всех приветствую дорогие друзья спасибо за подписки за то что смотрите ну и сегодня продолжаем заниматься ргт сегодня такая лайтовая серия поставим лебедочку такой вот комплектик вы его наверно кто смотрит канал видели уже на моем trx и это с него на trx заказана такая же trx сейчас в разборе поэтому ему лебедка не нужна из rgt мы готовим не просто тачку а тачку для соревнований соответственно мы уберем все лишнее из нее что нам не надо то есть я уже разобрал корочку с нее снял багажник и заодно расклеил ее всю потому что бесит безумно владельцы ргт меня поймут бесит то как китайцы приклеили все все что туда было приклеено и даже наверное не как сами наклейки бесит бесит жутко поэтому я все отклеил амортизаторы которые в прошлой части мы поставили я их уже снял ребят они мне очень не понравились не сами амортизаторы к сожалению а не понравилось как она себя ведет на них на 110 многовато поэтому были с полочки взяты амортизаторы trx я их сюда уже пристроил посмотрел как чего и куда напоминаю снял я их на trx и потому что у нас они стали вести себя не так как мне хотелось бы заедать и прочее 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 это после полугода использования почти поэтому сейчас я их разберу заменю в них масло менять я буду на вот такое вот масло на двадцатку то что у меня было у меня уже кончилось полташечка по совету хороших людей взял двадцатку ночи один советовали брать пятерочку десяточку но если честно мне нравилось и как работает полташечка но именно для амортизаторов trx сказали пожиже пожиже я выбрал двадцатку поэтому посмотрим не хочу брать пятерку десятку ну серьезно соответственно мне нравится сейчас один с вами вместе разберем разбираются амортизаторы очень просто вынимаем эту деталь вынимаем классно кто-то загрузился вынимаем соответственно пружину попутно я протираю если честно снял стрx и когда их даже не сильно парился а вот просто как они были так снял и положил в коробочку нам понадобится баночка не так секунду а вот это моя дежурная баночка в которой я сливаю всякое масло так посмотрим что значит наполнены они почти на сто процентов протерли выливаем вот такое вот вот такое там масло задиров здесь никаких я не вижу на штоке но есть чуть-чуть в кого внизу в самом но не критично по мне так все слилось чувствую от меня мало взял надо было брать ни одну тряпочку бумажку так здесь все у нас крутится еще раз смотрю резиночку досмотрю вот здесь вот вот она резиночка здесь тоже все ходит легко здесь еще есть вот такая вот втулочка пластиковая ну значит смотрите ребят все понятно разбирается очень просто но нам самое главное не повредить вот этот вот шток когда мы будем откручивать этот шайсик значит строение вот этой части бывает два сейчас свет включу а то что ты без света главное видно плохо так будет получше смотрите вот здесь вот вот здесь проточки вот такие вот есть раз два три три проточки бывают отверстие еще вот в этой части просто сделаны здесь именно сделаны проточки ну ничего против этой схемы я не имею она как бы что-то живая что-то задиров я каких-то не вижу все здесь как бы хорошо вот здесь еще одна резиночка стоит мне она не вынулась ну и вынимать я и не собираюсь сейчас еще раз посмотрю как все это ходит все в принципе ходит хорошо никакого криминала я не увидел тогда почему закусывала вот интересный момент ну шток чуть-чуть конечно пескоструины видно это да то есть вы когда едете на что попадает песочек но так что по задевала что-то и куда-то вот если честно я не вижу что чтоб такая проблема как раз была единственное что мне не нравится то есть отверстие вот эти вот чуть-чуть закрыты вот этой вот стопором вот эти вот но тоже мне кажется не должно быть никакого криминала должно все как бы хорошо проходить сейчас мы попробуем как всегда да я как всегда попробуем попробуем чуть-чуть тюнинга ну так скажем отвергнуть чуть-чуть сделать на пилы такие мне советовали немножко другое но вот сейчас подумав я решил сделать вот так вот то есть почему может под зависать немножко да может зависать потому что масло достаточно например густое да и она просто не проходит но здесь не может быть густого масла потому что все таки я доверяю компании траксос насколько по ней нехорошие люди не были мне кажется что они должны были все рассчитать и масло залить именно то которое должно быть здесь залито а не какое у них было опа чуть не уронил так протираем чтобы у нас не осталось пластика подточил буквально чуть-чуть ничего сверх космического я не сделал сейчас я найду ножичек не забывайте да если будете тоже похожим образом делать что-то со своими амортизаторами не забывайте их потом помыть я щас пойду их помою потом просушить а потом только ставить чтоб все что вы наточили не попала потом сам амортизатор так пойду помою так все помыли ставим вот что еще хочу проверить не дать большой зазор здесь все хорошо и вот здесь вот хочу проверить здесь тоже сказали что надо резиночку это проверить мне здесь тоже ходит все все ходит на абсолютно нормально налить интересный ход видите легко как ходит закручиваем и все и почти не ходит откручиваем все ходит закручиваем ходит еще но уже почти не ходит и совсем уже не ходит я так думаю вот в этом был момент очень интересный момент получается когда мы закручиваем смотрите вот здесь вот резиночка стоит мы вот эту резиночкой придавливаем наш шток вот силиконовая здесь вставочка такая и поэтому у нас плохо ходит поэтому сейчас я сниму и подумаю что мне с ней сделать антоха да не простите я все равно пошел своим путем но в обоих вас было правда в словах косяк присутствует на лицо так сказать кто-то кстати отпускает вот эту гайку по смотрите опять все все теперь легко ходит течь они не должны потому что у нас там все-таки резиночки есть ну потекут значит я был неправ собираем обратно эту часть не теряем мы ее используем в следующем амортизаторе собираем держим смотрите через бумажку чтоб не повредить шток держим крепко и затягиваем можно через любую можно скотчик намотать побольше да то есть но скотч придется открыть и не даем прокручиваться бумажка нас спасает сожалению кусочек даже под резьбу у меня попал ну крепче будет и нет не есть проблема можно еще ногтем вот так повозить посмотреть ходит все шикарно значит наливаем маслица не забываем что у нас вот здесь вот вот здесь вот тоже стоит резиночка и вот такая длинная резьба вам нельзя залить весь амортизатор да потому что здесь внутри нужно понимать что сколько-то уйдет на резьбу понять в принципе всегда это очень просто вот так вот приложив я например вижу что здесь резьбы намного больше чем ее надо можно много чем мерить можно мерить например штангелем да там или шприцом заливать ребят честно я на глаз и больше точно не надо закручиваем сейчас покажу как лично я проверяю все ли нормально вообще конечно в обратную сторону надо идти но можно и в такую видите до конца и еще и сам выходит почти весь ставим пружинку ставим наш нижний башмачок такой я считаю все удачно сейчас сделаю то же самое со всеми остальными ну вот все амортизаторы я сделал соответственно что опять соответственно да ребят слова паразит в чем интересно то есть упало все поднял шаську на весу пружина примерно чуть-чуть буквально ход у нее вот так вот поджимаем до такого состояния опускаем вот хода теперь у нас такие вот все вот здесь мне все нравится в отличие от тех амортиков в которые в прошлый раз были здесь здесь возможно даже все будет хорошо надо тестировать смотреть и проверять значит следующее что я обычно смотрю посадку до кузовка нашего одеваю кузовок и смотрю что нужно сделать мне кажется как бы все хорошо здесь еще чуть-чуть нагрузится возможно кстати сейчас заднюю часть подниму чуть-чуть да возможно видите очень назад надо наверное чуть-чуть ее будет приподнять и она будет вот так вот может и нет целиком соберем модель и уже по модели будем смотреть нужно ли нам что-то делать или нет возможно да возможно чуть-чуть задние амортизаторы перекрутим на одно ушко теперь я заметьте дай пропустил слово теперь ставим лебедочку здесь все тоже достаточно просто откручиваем бампер снимаем его берем лебедку отпускаем снимаем гаечки вот эти вот болтики наши откручиваем вот эту площадочку мы уберем она нам не нужно лебедка на четыре с по моему с половиной килограмма если мне не изменяет память мне очень нравится с отдельным пультом не надо канал на аппаратуре почему мне нравится да потому что меня нет канала на аппаратуре поэтому она мне очень нравится единственное после соревнований ребят вот надеюсь вам видно будет появился вот здесь вот такой вот зазор его в самом начале не было то есть ее чуть-чуть под раскрыла немножечко не знаю насколько это как бы плохо или хорошо ну скорее всего плохо уж точно не хорошо ой извините отверстие у меня уже здесь просверлены я их уже разметил чтобы мы время с вами не теряли они немножечко не совпадают с теми отверстиями которые были по умолчанию здесь для лебедки до для того чтобы в них попасть мне нужно было бы ставить с площадкой но с площадкой тоже есть один нюансе который мне есть честно не сильно понравился поэтому я ставлю без площадки и немножко неправильно ставлю потому что когда сверлил отверстие видимо чуть-чуть ошибся где-то поэтому мы еще с отпускаем чтобы она была посвободнее и смотрим нет попадаем везде попадаем теперь затягиваем затянули здесь тоже я уже сделал пропил сюда выводим проводок наш все установили все у нас здесь хорошо проводок у нас здесь есть дальше нам нужно подвязать будет проводочки вот здесь вот чтобы они не мешались нам и в принципе все соответственно что опять ну ребят слушайте ну простите да слово паразит вот у меня вот такой вот вот эту часть пультик убираем значит вот он разъем здесь два получается это универсально потому что лебедка бывает с таким бывает с таким разъемом у меня вот с таким разъемом вот эта часть я сомневаюсь что гермечная плата поэтому я ее наверно буду заливать пластиком специальный лак для плат стоять она будет вот здесь вот если все хорошо сюда же поместится нет не хорошо да то есть не помещается ну как-то придумаю наверное возьму вот возможно как-то вот так вот вот сюда вот установлю 2 аккумулятор потому что на лебедку я использую отдельный аккумулятор мне такая схема больше нравится все закрепляю провода чем мне еще нравится это лебедка можно делать вот так вот то есть можно размотать и я цепляю классически все подцепили и все нормально отключаем аккумулятор аккумулятор возможно можно будет разместить вот здесь вот тоже получится спереди это получится где она у нас вот здесь вполне реально что это все будет стоять вот так и мне будет нравится смотрим насколько у нас садится хорошо кузовок все кузовок садится классно лебедка стоит очень четко то есть миллиметр в миллиметр ничему не мешает это убираем это нам не понадобится теперь что делаем как раз зарядился аккумулятор у меня ставим акб питающий модель кладем это вот сюда вот берем 2 аккумулятор кладем сюда же почему просто кладем почему просто кладем зачем нам пока не нужно все устанавливать устанавливаем корочку и смотрим смотрим по высоте модели до во первых примерно всегда беру за центр и смотрю чтобы у нас передняя часть перевешивала перевешивает хорошо с лебедка и двумя аккумуляторами то есть проблем никаких не будет сзади у меня еще пока стоит запасное колесо его не будет следовательно задняя часть будет еще легче поэтому заднюю часть я решил наверное еще при поднять то есть очень криво кузов мне так не на мне нравится убираем подымаю на одно деление хотя если вот давайте посмотрим по карданам вот этот кардан до более правильную форму имеет ну минимально здесь кардан имеет угол но не критичный что здесь что здесь здесь он более ровный если мы его так вот приподнимем будет углы побольше но опять же это все надо поездить посмотреть может быть я не прав опять же да нельзя на столе собрать тачку и сказать все она полностью готова нужно всегда ее оттестировать посмотреть как она едет не сильно изменилась посадка я вот прямо сейчас вижу чуть-чуть за счет того что амортизаторы достаточно мягкие получились поэтому возможно не критично то что мы смещаем на 5 миллиметров сейчас поставим корочку и посмотрим на все на это продавил чтоб понимать одели ну вот так вот внешний вид мне нравится больше все равно чуть-чуть она скошена назад потому что сзади чуть-чуть мягче да хотя и спереди также мягко слушайте нравится в принципе концепция да колеса у меня просели то есть зацеп будет хороший передняя часть тяжелее чем задняя часть в принципе сама шасть не тяжелая вуаля здесь багажника не будет шноркель все это я верну на место оклеив пленочкой тонировочные стекла потому что мне очень нет не нравится на самом деле раскрою страшную тайну я сейчас до последнего момента хотел вырезать заднюю часть и не знаю возможно я все-таки ребят вырежу такая дилемма на самом деле жуткая вы знаете да как я люблю резать корочки да но об этом я подумаю так сказать за кадром ребят такая серия получилась перезалили амортики установили лебедочку придут cvd привода на данную модель поставим cvd привода и будем смотреть концепция тачки будет боевая максимально легкий верх максимально тяжелый низ но тоже не сильно криминально тяжелый возможно еще фендеры поменяю на просто пластиковые в два раза меньше они ровно то есть вот такие вот еще не решил может и не буду менять здесь мне что нравится смотрите давайте еще две минуты вашего времени мы к чему либо подъезжаем до бампер высоко находится то есть препятствие должно быть высокое и колесом мы можем на это препятствие наехать чему мне вообще концепция рубикона очень нравится до максимально короткая спереди часть можно было конечно еще укоротить до скажите вы бампер вообще туда задвинуть и как-то это все лебедочку спрятать нет не хочу вид должен быть примерно вот такой вот но там он все-таки должен быть красив да то есть что-то страшное не хочется то есть подъехали и спокойно туда забираемся нам не мешает огромный бампер сюда выпирающий да то есть нам не нужно как-то хитро колесами крутить вот концепция этой модели мне поэтому и нравится ладно пошел думать по поводу резать или нет спасибо всем подписывайтесь заходите в инстаграм заходите в группу вконтакте пока а 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 Редактор субтитров А.Семкин